Сирень. Душистые гроздья сирени, белые, розовые, сиреневые, радуют нас весной. В детстве мы внимательно просматривали цветочки. Кто найдет пятилепестковый, редкий среди обычных четырех лепестковых, тому будет удача и счастье, но нужно его и проглотить. Многие почему-то уверены, что сирень ядовита. Действительно, есть в ней токсин, серингин, но для того, чтобы им отравиться, нужно съесть немалое количество цветков. Но мы-то с вами люди разумные, килограммами есть сирень не будем. Настойка из листьев сирени полощут горло при ангине, а еще сирень анестетик, обезболивающая при невралгии, болях в суставах, пояснице, при головной боли. Столовую ложку цветков заливаем стаканом кипятка, настаиваем и принимаем внутрь трижды в день по трети стакана. Вокалисты, дикторы, учителя, актеры, все, чья профессия связана с нагрузкой на голосовые связки, полощут настойкой цветков сирени горло. 50 граммов цветков заливаем стами миллиграммами водки, настаиваем пару недель, при употреблении разбавляем один к десяти. Пищеварение, зрение, органы дыхания – все это успешно лечит сирень. Зрение и глаза. Настой цветков на кипятке, остудим, намочим в нем ватные диски и прикладываем их к векам на 5-10 минут. Помогает уставшим глазам, что особенно актуально для тех, кто проводит много времени у монитора компьютера или беспрестанно пялится в телефон. Если у вас выскочил ячмень, то возьмите пару-тройку свежих листьев сирени, разотрите их и эту кашицу наносите на больное место несколько раз в день. К вечеру воспаление заметно уменьшится. Простудились? Кашлите? Все симптомы орза или гриппа? Поможет сиреневый? Нет, не туман, а настой. Одна столовая ложка цветков, свежих или сушеных, все равно на стакан кипятка. Час настаивать, профильтровать через марлю, употреблять внутрь три раза в день по трети стакана. Этот же прием сбивает температуру и лихорадку. Применяется даже при малярии, что вам, надеюсь, не грозит. Так на всякий случай. Проблемы с пищеварением? Сирени тут наготове. При поносе и вспучивании живота, когда неловко быть на публике, поможет тот же настой. На одну столовую ложку цветков сирени, стакан кипятка, настаивать один час. А потом принимаем внутрь по одной столовой ложке настоя 3-4 раза в течение дня. Все. Смело можно появиться в приличном обществе. При проблемах с мочеиспусканием и с почками, две столовые ложки листьев на стакан кипятка настаиваем два часа. Лучше в термосе. Принимаем перед едой по столовой ложке четырежды в день. Это при четырехразовом питании. И так две недели. Потом перерыв. Через два месяца повторяем курс лечения. У вас проблемы с суставами? Сирень спешит на помощь. Подагра, ревматизм, артрит. Наполняем пол-литровую бутылку цветками сирени, заливаем водкой. Отставляем три недели настаиваться. Этот процесс называется мацерация. Желательно в темном месте, чтоб жена не увидела. Каждый день. Нет, не пробуйте на вкус, а только потряхивайте. Готовую тинктуру принимаем внутрь следующим образом. Добавляем 30 капель на стакан воды и выпиваем. Больные суставы можно этой настойкой натирать и массировать. Курс лечения длится три месяца. Мощевая кислота, осевшая на суставах соли, уходит. Боли в суставах заметно уменьшаются. Для омоложения кожи применяем следующий препарат из цветков сирени. Одна чайная ложка на стакан кипятка. Настаиваем не менее часа. Процеживаем и протираем этим раствором кожу. Есть и другой способ. Собираем свежие цветки сирени. Оставляем привянуть на несколько часов. Лишняя влага уйдет. Останется то, что нам нужно. Цветы заливаем растительным маслом или оливковым. Греем на водяной бане при 60 градусах Цельсия 30 минут. Затем оставляем на две недели, лучше на солнышке. После этого можно смазывать кожу. Сначала попробуйте немного. Увидите, как будет реагировать ваша кожа. У вас проблемы с суставами? Сирень спешит на помощь. Подагра, ревматизм, артрит. Для суставов готовим следующее. Пропускаем листья сирени через блендер. Сцеживаем сок. Смешиваем с вазелином или распущенным на огне свиным жиром в пропорции 1 к 4. Например, 60 граммов сока на 250 граммов жира. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник. Растираем ежедневно, пока мазь не закончится. При необходимости заряжаем следующую порцию. При воспалении мочевого пузыря используем диуретические, то есть мочегонные свойства сирени. Трижды в день настой на кипятке по одной чайной, повторяю, чайной, не столовой ложки, цветков и тинктуру, настойку на водке в количестве 20 капель трижды в день натощак. Если у вас в мочеточниках образуются камни, я вам не завидую. Сам через это прошел. При образовании камней, неважно уратных или оксалатных, поможет цветочный настой. Четыре раза в день по 15 миллилитров принимаем внутрь. Напоминаю, в течение часа настаиваем одну столовую ложку цветков на стакане кипятка. Сирень при импотенции. Доказано, что поможет следующий рецепт. Две столовых ложки сухих цветков залить полулитром кипятка, настаивать 30 минут. Профильтровать. Принимать по одной трети стакана три раза в день. И, с меня только авторские фото, видео и озвучка. А с вас лайки, комменты и подписки.